Всем привет! Сегодня наконец обещанное видео про адаптацию детей, про то, как они учатся в школе и ходят в сад, как они адаптировались, как мы их туда устроили, нравится им или нет. Если кратко, то расскажу в двух словах нашу историю, что мы здесь находимся уже 4 месяца, мы приехали по миграционной программе с поддержкой провинции Альберта. Мы находимся в городе Калгари, нам этот город очень нравится, мы изначально были на него ориентированы, потому как, мне кажется, по соотношению цена-качество, скажем так, в аренде, в инфраструктуре, в размере города, то это оптимальный город. В принципе, он, по-моему, здесь несколько миллионов, он очень большой, то есть он много интересного, что посмотреть, вроде как проблем со школами и садами здесь нет, соответственно, мы это на практике проверили, это так и есть. Вот, поэтому выбор пал именно на Калгари, мы довольны, мы не расстроены, мы очень рады, что мы выбрали именно этот город. Вот, что касается детей, дети, английские, да, как у нас многие спрашивают, знали или нет, специально, вот, чтобы готовили, мы ходили на курсы, мы не ходили. Дочке у меня 4 года, соответственно, никакого английского у неё не было, то есть, вот, нулевой уровень, да, вот, на полном серьёзе. У сына, сын был в пятом классе на момент нашего переезда, и разговорная речь, конечно, у нас хромала, да, то есть мы её мало практиковали, это был, наверное, мой минус. У нас было очень хорошее на слух, он понимал, и самый развитый его был скилл, да, это чтение, потому как читать я его заставляла, подбирала ему специальную литературу, которая будет ему интересна, да, потому как, ну, я считаю, важно не просто заставить читать, да, как-то подобрать так, чтобы ребёнку нравилось. Вот, соответственно, мы, я старалась им подобрать те книги, которые ему будут интересны, и, ну, это дало свой результат, и мы начинали с более такого подготовительного уровня, это были неадаптированные художественные книги для подростков, вот, я его просто подбирала по интересам, по уровням, ну, не то, чтобы по уровням, да, вот, просто я видела, сама открывала книгу, потому что я занималась уже года два, наверное, продажей книг английских, И, соответственно, я ему просто подбирала по лексике, да, вот я видела, что здесь несложно, он читает эту всю серию, она ему заходит, и, в принципе, он читает ее там захлеб. Прочитали одну, подбирая другую, нравится, не нравится, подбираем другую. То есть, ну, вот я считаю, это был такой ключ к успеху нам, то есть в чтении, да, вот он, неизвестное слово, он спрашивает у меня, то есть он не переводил там, понятно, дословно, да, он просто общий, вот он почитал, он понимает, окей, читаем дальше. Если он начинает читать, говорит, мам, я не понимаю, ну, то есть, ну, реально, не визжаю. Да, грубо говоря. То есть, нет, значит, это нам рано, подбираем другую. То есть, вот таким вот он просто, да, там пару раз там что-то гуглил, в основном спрашивал у меня есть какие-то слова, да, неизвестные, которые мы прям вообще не дают понять суть. Вот это была вот наша подготовка по английскому. Еще, конечно, да, минус в том, что надо было подтянуть все-таки speaking, вот, но, скажу честно, по подготовке, да, себя для экзаменов и вот в этом всем процессе подготовки к иммиграции немножечко, да, мы на это дело подзабили, поэтому готовили только часы. Поэтому по приезду сюда, как я говорила, да, чтобы попасть в школу, вам не обязательно знать язык, вы можете вообще его не знать, вас по закону должны принять. Тем более сейчас в связи с войной в Украине, вы знаете, открыли облегченный, да, въезд для украинцев, да, можно сделать визу быстрее и проще, поэтому сейчас очень много людей интересуется эта информация, как и что, то есть, поэтому по поводу школы я же говорю, если у вас будет рабочая виза, вернее, work permit и вот эта виза, да, которая Emergency Authorization Travel для украинцев, школа должна у вас быть бесплатна, то есть школу вы за школу платить не будете, возможно, у вас будут какие-то платы, вот как мы сейчас платим, да, за какие-то lunch supervision, либо какой-то канцелярский набор, да, там долларов 40 по вступлению в школу, но опять же это единоразово, и это не постоянная плата, которую вы будете постоянно платить. Что дальше? Когда вы приезжаете сюда, да, если вы семья с детьми, либо мама с детьми, тем более, вам нужно, естественно, выбирать жилье, не просто, да, где мне нравится, где я нашла, а привязываться к школе, потому как я рассказывала, что здесь, как у нас, да, допустим, говорят, по прописке, вот здесь это работает 100%, то есть, чтобы пойти в определенную школу, вам нужно проживать в территории, которую эта школа обслуживает, да, грубо говоря, то есть, если вы живете в этом районе, для вас эта школа, если вы живете в другом, для вас другая. Очень часто школы здесь делятся, вот, да, начальная, средняя, старшая, то есть, у нас в Украине, да, в основном с первой, там, да, по одиннадцатый класс. Здесь может быть не так, здесь может быть, там, с нулевого класса до девятого, это одно здание, да, то есть, одна школа, когда ваш ребенок переходит, например, в десятый класс уже, то есть, он уже будет ходить в другую школу, потому как, ну, вот эта школа, например, да, только до 9 лет, то есть, такое очень часто, и, допустим, если у вас дети разного возраста, да, такого большого разграничения, то есть, чтобы вы были готовы, что вам нужно будет либо завести ребенка в одну школу, ну, а старший-то, понятно, уже может пойти сам, но если это не очень далеко, то есть, они могут ходить у вас в разные школы, то есть, надо к этому тоже быть готовым. Если мы говорим про Calgary, то здесь организация называется CBE, это Calgary World of Education, и именно на этом сайте можете зайти посмотреть, есть все школы, есть все вот эти attendant zone, да, то есть, это те зоны, за которыми закреплена каждая определенная школа, есть электронные адреса, есть вся информация, то есть, какие классы, да, какие грейды в каждой школе, потому что, я же говорю, бывает там только начальная и средняя, бывает вся, бывает только старшая и так далее. Поэтому вы можете там все это промониторить, и перед тем, мой вам совет, когда вы будете выбирать уже себе жилье на постоянное место, да, на аренду, вам очень желательно узнать, да, вот вам эта квартира нравится, вы нашли, вы посмотрели, ага, в этой школе, например, да, которая за этим районом, есть электронный адрес, желательно позвонить, либо написать, тут обычно отвечают очень быстро, есть ли места, возьмут ли вас. Потому как, да, я же говорю, вас должны взять, но, опять же, бывают школы переполненные, и я читала даже многие там, да, такие-то лотереи, там, вейтинг-лист и так далее. То есть, бывает такое, что эта школа вас, допустим, не может взять, потому как, ну, физически нет места. Поэтому, когда вы нашли уже желаемую школу, да, вы уже определили, вот, к примеру, радиус, в котором вам нужно снять жилье, и вы уже ищите так. То есть, мы делали так, мы нам посоветовали школу, которая, в которой уходили наши знакомые, и мы, соответственно, сразу еще в процессе поиска жилья написали, да, вот этому замдиректору этой школы, рассказали, сколько нам лет, как мы хотим попасть к ним в школу, соответственно, нам сказали, окей, мы вас берем, но вам нужно снять жилье в этой зоне. Вот, поэтому нужно быть к этому готовым, и обязательно кто с детьми этот момент учитывает. Процедура принятия в школу несложная. Вот вы, допустим, да, узнали в этой школе, что да, вас берут, они говорят, обращайтесь в Welcome Center. Это Welcome Center есть при этом Calgary Board of Education, есть, опять же, это физические места, мы тогда еще были более жесткие по карантину требования, вы записываетесь по телефону на appointment, да, вас перезванивают, выбирают время с вами, вы приходите в назначенное время с детьми, с документами все, которые у вас есть, да, опять же, по документам мы готовили и справки с прививками, и выписки брали, оценок на английском переводили, там, вставили, но, опять же, я не говорю за всех, говорю за нас, нам не потребовалось из этих документов ничего, то есть детские прививки у нас не спросили еще ни разу нигде, хотя все говорили, что да, нужно, ну, уже нам вот не понадобилось, хотя мы тоже на переводы потратили немалую сумму денег. Потом вы приходите на этот welcome-центр, вас ребенка забирают в отдельное помещение, и там вы его тестируют на английском, да, его знания, то есть там математические, например, да, там какие-то задания дают, потом дают какую-то картинку описать ее надо на английском, что ты видишь, и, по-моему, что-то, да, рассказать, вот этот рассказ не помню, по-моему, что-то, ну, не буду утверждать, уже не помню за счет устной речи, но вот математика точно, да, и английский именно вот, как вы пишете. Опять же, чтобы вы не пугались, если вы скажете, да, вот мой ребенок не умеет, он не знает английского вообще, цель этого теста не, как бы не то, чтобы принять вас или не принять, ага, вы не знаете, да, то есть, извините, вы не проходите. Цель этого теста узнать уровень вашего языка, вашего ребенка, и передать эти, да, вот оценку вашего ребенка, скажем так, преподавателю, который будет вашего ребенка вести в школе, чтобы она, допустим, понимала, да, этот ребенок знает отлично, этот ребенок знает английский не очень, а этот ребенок, допустим, вообще не знает, то есть, к нему нужно, да, более, как можно сказать, больше внимания уделить, ему нужно, допустим, дать какие-то дополнительные уроки английского языка, потому, как я знаю, в нашей же школе, да, дети, которые приезжали, которые не владели языком на нужном уровне, либо практически на нулевом уровне, их отдельно забирал преподаватель, да, помимо основной программы, с ним занимался английским, то есть, мы были к этому тоже готовы, и мы этого ждали, в принципе, я была бы очень за, если бы с ним кто-то занимался дополнительно, но у нас такого нет, опять же, я не знаю, то ли это из-за того, что какой-то уровень языка, например, достаточный, поэтому его не забирают, либо потому, что сейчас, не знаю, что-то поменялось, но, опять же, у нас ребенок учится в одной, в одном классе со всеми детьми, потому что есть, я знаю, классы, которые вот обычные, да, там, где, ну, native speakers, да, скажем так, учатся, а есть классы, где, вот, да, English as a second language, да, то есть, там дети, у которых английский не родной, там больше идет упор на английский язык, то есть, мы были готовы идти в такой класс, да, но, как нам сказали, у нас пятый класс здесь только один, поэтому вы идете на общих правилах со всем классом. Ну, оценок здесь сейчас им не ставят никаких, ну, имеют в виду моему ребенку, да, потому как он только, скажем так, вливается, я думаю, это первый год или полгода. Вообще, сама манера преподавания очень интересная, потому как до сих пор, да, пытаюсь внятно добиться от ребенка ответа, как у вас происходит этот процесс обучения, не могу этот ответ получить, потому как нет такого, да, вот перемена урок. Вот у них как-то все это одним потоком, да, есть пару перемен на ланчи, да, они там что-то выходят, кушают, большой один, вернее, на снеке, потом большой один ланч-перерыв, но вот нет такого, да, вот что звонок, и вот все, мы свободны, вот опять звонок, все сели на урок. Как-то вот оно в такой все вольной программе, да, предметы чередуются, но вот нет такого, да, вот что все сидят по струнке, слушают, то есть кто-то встал, пошел, пришел, такая вот вольная форма, не знаю, минус-плюс, это каждый как бы сам для себя решит, но в принципе, как я поняла по рассказам ребенка, то, ну, не напряжно, да, все это в такой какой-то полуигровой, полу такой обучающей манере, и самый большой плюс, я думаю, все обрадуются, это то, что домашних заданий в принципе нет, то есть все учебники, все учебники, да, как таковых учебников нет, все учебники их нет, то есть есть какие-то тетради, да, которых не занимаются, им выдают там ноутбуки, кому-то выдали планшеты, как бы не Apple даже, ну, то есть выдают ребенку, да, у которого можешь принести свой, и не хочешь, и не можешь, тебе выдают, да, пусть ты можешь не такой, как у всех, но в общем тебе дают ноутбук, чтобы ты мог работать, делать презентации и так далее, то есть это все хранится в школе, все вот эти школьные принадлежности, за которые мы вот при поступлении заплатили 40 долларов единоразово, то есть мы не покупали ручки там, тетрадки, все это закупила школа, как я понимаю, да, ему выдала, и все это хранится в школе, то есть я не видела ни одного конспекта, ни одной тетрадки, ни одной какой-то, я не знаю, книги, то есть все это находится в школе, и в принципе ребенок со школы пришел, и ты вообще не касаешься, да, то есть нет такого, да, как в Украине, ты начинаешь, приходишь, и вот это на три часа уроки, вот это вот долбежка по тому, как это все стресс, и кто в интеллекте учился, да, я думаю, в других классах это знаете, потому как это, ну, очень трудно. Здесь этого нет, то есть это большой плюс, для кого-то, возможно, минус, да, потому что такая расслабленная программа, но опять же, это пока мы в пятом классе, возможно, в старших классах уже, конечно, какие-то дают проекты, но опять же, это от раза к разу, это не так, что вот каждый день ты приходишь, у тебя какие-то задания, то есть такого нет. Поэтому немножко, да, вот программа отличается, и, соответственно, вот, в принципе, пока что какого-то напряга я не заметила. Да, нам еще повезло, потому что у нас в классе был русскоговорящий ребенок, и, соответственно, вот это вот первый, да, стресс, потому что ребенок мой, естественно, переживал, понятно, новая школа, тут просто, да, новая школа, новый класс, это еще новая страна, все на английском, вот, и нам еще сказали, что у нас никого русскоговорящего нет, а потом, видно, не знаю, перепутали, оказалось, все-таки есть мальчик, Он, конечно, такой ломаный русский, потому как они сами уже тут давно. И, ну, в общем, это был большой плюс, когда в классе есть кто-то, кто тебе вот эти все нюансы, да, там, грубо говоря, даже с ним локером, да, шкафчиком, там, замочек, он не мог разобраться, ему подсказали. То есть вот когда кто-то есть, который тебе подскажет, поможет, да, на том родном языке, это, конечно, большой плюс. Вот, поэтому, в принципе, сказать, что вот какой-то у него стресс, что он там чего-то не понимает, да, бывает нюанс, он говорит, мам, я не все понимаю, но, в принципе, я же говорю, за счет того, что не ставят оценок, нет такого, да, вот выходишь к доске и вот стоишь там, да, что-то там тупишь. Такого нет, то есть такого нет, что вот там прям тебя вызывают доски, и ты вот стоишь там, тарабанишь ответ. То есть такого как-то нет, возможно, это и плюс, да, что ребенка меньше стресса. И, в принципе, я думаю, это способствует какой-то адаптации. И, ну, по школе, я же говорю, пока что я никаких негативных моментов сказать не могу. По поводу сада, дочке моей 4 года, соответственно, в Украине мы ходили в сад, нам садиком в Украине повезло, то есть это, у меня сын не очень хотел ходить в сад, не любил ужасно, дочь сад любила, это был другой садик, мы поменяли, и, в принципе, ну, она любит играть с детками, ей нравилось. Сюда мы приехали, повторюсь, да, она языка вообще не знала, там, ни есть, ноу, ни гудбай, ничего. И, как всегда, да, вот классическая ситуация, она пошла в сад, первый день, второй, все ок, класс, нравится, а потом начинается, я не хочу, потому что, мама, я ничего не понимаю. И вот, как говорят, да, все, вот чем младше ребенок, тем он быстрее схватит, то есть там через полгода будет говорить. Ну, вот пока что, я же говорю, пока что мы не говорим, и я хоть и дома пытаюсь что-то ей, да, какие-то базовые фразы, да, чтобы она могла, там, сказать, выразить, да, свои какие-то потребности. Ну, вы понимаете, 4-летнего ребенка, возможно, каждый по-разному схватывает, мы пока как-то с трудом схватываем, да, то есть какие-то 2-3 фразы, даже за вечер мы заучить, мы не можем. И поэтому, вот у нас началась проблема, вот, я не хочу идти в сад, то есть на полном серьезе, вот, ну, вот, как, знаете, вот, надо брать чуть ли не силой, ну, а если нужно на работу, да, и тебе нужно отвезти ее в сад, то есть ты не можешь что-то оставить просто так ребенка. И это была большая проблема, то есть мы очень долго, вот, наверное, месяц, мы вот такими уговорами, там, куклами-конфетами, не знаю, уговаривали пойти в сад, потому что она говорит, мама, я не понимаю, и я, естественно, понимаю, да, допустим, там, переодеть что-то это, они, естественно, могут не доглядеть, а она не может выразить свою потребность, да, она уже вроде как и не маленькая, но это была проблема, то есть я не думала, что это будет такая вот у нас серьезная проблема, ситуация такая, когда вот вопрос именно в языке все-таки встал. Потом как-то постепенно, я думаю, это все-таки заслуга преподавателя, да, воспитательниц, потому как они вот нашли подход, и я уже ни от многих, ни от первых, вернее, ни от одного человека слышу, что все хвалят садики. Да, они без того бывают какие-то моменты, но в принципе они настолько открыты, они вот как-то, да, вот это же по интонации, по жестам, человек видит ребенок, что к нему относятся хорошо, к нему тянутся, да, его поддерживают, и вот постепенно-постепенно как-то оно выровнялось, да, и она уже какие-то базовые фразы понимает, уже появились друзья, я не знаю, как они общаются там серьезно, но вот прогресс пошел, не знаю, как будет дальше, но вот опять же, это лично наш опыт, и у нас вот было так, то есть проблема языка у нас стала остро. Как будет дальше, я не знаю, пока что, я же говорю, как говорят, там за полгода она будет уже свободно владеть, ну, пока что мы, конечно, не то что не свободно, мы знаем несколько фраз, пытаемся, да, учить какие-то новые, они там много песенок поют на английском, но в принципе мы довольны. Поэтому вот у нас такие ситуации получались, я же говорю, если перейти в плане оплаты, потому как тоже многие спрашивают, потому что, понимаете, да, сейчас много кто будет переезжать по этим программам украинским, и многие спрашивают, да, можно ли приехать одной маме, например, с детьми, но это немножко уже не по теме видео, но вкратце, опять же, нужно понимать, да, закладывать минимальную зарплату, на которую вы можете претендовать, и, соответственно, расходы, которые у вас будут. То есть, если брать квартиру, ну, мы не берем комнату, да, хотя комната тоже вариант, то есть можно там 700, 600, можно комнату снять. Но я думаю, оптимальный вариант, если с финансами, например, да, впритык, то очень много сейчас, если приезжает женщин, можно скомпоновать, да, если, как вы относитесь к этому, допустим, две мамы с детьми взять одну квартиру, там, двухбедренную на двоих, то есть это уже будет намного проще вам, да, то есть 1000, 1200 стартуем, и, соответственно, выше цена за двухбедренную и так далее. Это пока алгоритм, повторюсь, Торонто, Ванкувер, там, естественно, все будет в два раза, а то и выше. Поэтому нужно понимать, что если у вас будет 1000 аренда, да, ну, если мы берем по максимуму, если вы сами снимаете, детский сад тоже платный. То есть детских садов бесплатных не бывает, здесь минимум от 1000 и выше, ну, там, 800-900 это самый минимум, что я видела. Да, бывают гранты, бывают субсидии, но нужно понимать, потому что часто они на временные визы, да, они могут не распространяться, то есть вам нужно закладывать полную стоимость и понимать, что у вас 1000 аренда, 1000 сад, да, если ребенок маленький. Соответственно, ваша минималка на руки, которую вы можете получить, это 2000 долларов. Вы сами понимаете, если в такой ситуации, то есть вы на них и вышли, то есть надо еще покушать, надо одеться, что-то купить, то есть если маленький ребенок и одна зарплата мамы, и никаких льгот нет, то это практически нереально, опять же, если у вас там с собой нет запаса денег, на которые вы рассчитываете. Если ситуация со школьником, тут немножечко другая. Школьники, в школе, как я повторюсь, да, бесплатно, но опять же, если это ребенок, не знаю, первый-пятый класс, пусть даже третий, это такая натяжка, то школа до трех, в пятницу школа вообще до пол первого, если вы на работе, то ребенок, ну не знаю, не все оставляют, да, 6 лет дома. Здесь вообще закон от такового не прописано, да, но негласное правило это до 12 лет. Но опять же, я уже рассказывала в каком-то из видео, можно закончить курсы онлайн, да, babysitting, либо home alone, да, то есть сам ребенок дома. То есть они, по-моему, с 10 лет эти курсы уже есть, там буквально 2-3 занятия, по-моему, или даже одно, зря какой курс, вот, стоит там около 100 долларов каждый. И ваш ребенок получит сертификат. То есть здесь это все, ну, регулируется, то есть желательно такие сертификаты иметь, если вы ребенка оставляете дома, опять же, если ему 10 лет хотя бы, да, то есть вы уже по закону, грубо говоря, у вас уже есть документ, что он, ребенок, имеет право оставаться дома, он прошел всю технику безопасности и так далее. То есть если ребенку, я же говорю, там 9-10 лет, если вы понимаете, что он в адеквате, да, он уже может там прийти сам со школы, может себе там разогреть, покушать и за собой, скажем так, да, посмотреть, то тогда вам уже никаких затрат не нужно. Если же ребенок маленький, вам нужно будет отдельно платить за продленку. То есть продленки тоже бывают до и после школы, либо же полный курс. То есть в среднем продленка, на которую мы ходили до того, как прошли вот эти курсы, да, потому что мы не знали, это 600 долларов. Это мы платили за весь день, потому как на работу мне нужно было, например, на 8, а школа начинается 8,50. То есть, понятное дело, мне нужно, чтобы ребенка, я завела и кто-то за ним поконтролировал, потому что мы сначала не знали, мы думали, что вот 12 лет и все. То есть до 12 ребенка нельзя оставать без присмотра. Соответственно, мы вот эти вот первые месяца 3, мороз, не мороз, без машины, мы тягали детей везде с собой, магазины, там, документы, банки, еще что-то. То есть это, конечно, был большой стресс для детей, для нас, потому как я жила, бывало минус 20, и тебе нужно идти. Машины нет, и ты давай вот эти метро, пешком, дети ноют, еще же 4 года вторая рядом. То есть, ну, это было... Потом, слава Богу, нам умные люди подсказали, что есть такие курсы, только в Украине мы их оставляли одних. То есть ребенку уже 11 лет, он за младшим мог посмотреть. Младший не грудничок, поэтому... Вот потом, слава Богу, мы узнали про эти курсы, то есть можно пройти, у меня пришел 2 курса, соответственно, он имеет право оставаться и сам, и с сестрой. Вот, поэтому эти курсы нам очень помогли. Опять же, после того, как мы их прошли, мы уже отказались от продленки, потому как до школы нам минут 15, соответственно, мы можем, да, его отпускать одного. Вот, то есть эти вот уже расходы тоже нужно закладывать. Если уже ребенок старше, соответственно, далее он может сам находиться дома, может сам ходить в школу, то есть тогда на школу не закладывать. Поэтому вот это те расходы минимальной школы-сад, которые нужно понимать, что вы будете нести, если вы приедете, например, без мужа, да, и вам нужно будет зарабатывать, вам нужно будет это покрывать. Вот, поэтому вот в нашей ситуации это было так. Если что-то я еще забыла указать, указать, спрашивайте, пишите. Надеюсь, было полезно. Пока-пока!